Меня зовут Юля, я юрист. Я занимаюсь плаванием с 2014 года и начала свои активные занятия как раз со школы I Love Swimming. Это был, по-моему, второй сезон. Я пришла из беговой школы и хотела просто протестировать свое умение держаться на воде, которое с детства уже порядком забылось. И, в общем-то, так и подсела на эту тему. Я записалась в начальную группу, потому что подозревала, что не обладаю достаточными навыками, потому что последний раз плавала глубоко в детстве, но в итоге как-то за первый сезон начала обгонять парней и, в общем-то, втянулась и благодаря Владимиру Смирнову, моему тренеру, достигла больших успехов. Я приплывала в Босфор, а, наверное, из таких самых явных успехов я вошла в десятку в 2015 году в Казани на дистанции 3 километра в категории мастерс. Я не ожидала, что я могла так разогнаться, я не ожидала, что я могу плавать быстро, и совершенно не предполагала, что буду заниматься этим дальше. Но, тем не менее, я подсела на скорость. Мне нравилось становиться быстрее, мне нравилось ставить какие-то для себя личные цели. Ну, и также, в дальнейшем, как это из беговой школы происходит, сочетать свои занятия с путешествиями. Как бы это пафосно ни звучало, но это действительно изменило мою жизнь, потому что именно с 2014 года я хотела бы отметить новый этап. Я считаю, что каждый должен найти свой вид спорта. Для меня это стало плавание, потому что ты входишь в некую гармонию со своим телом, ты учишься с ним договариваться, ты понимаешь его пределы, ты понимаешь, что за эти пределы можно постепенно шаг за шагом выходить. Таким образом гармонизируется также эмоциональное состояние. В общем-то, плавание для меня – это абсолютная свобода, а также отдушина, к которой можно прийти, даже если что-то другое в жизни не клеится. То есть это всегда константа, которая поможет чувствовать себя лучше. Второй огромный бонус, который я получила от плавания и от занятий в школе Isla Swimming – то, что у меня совершенно, не то чтобы изменился, но сильно расширился круг моих знакомств. Я приобрела друзей, с которыми мы и по сей день плаваем, и общаемся по каким-то другим вопросам вместе. То есть это тусовка, и это важно. Если человек определился для себя, что ему подходят циклические виды спорта, потому что, на мой взгляд, не всем они подходят. Если он нашел для себя плавание или бег как регулярное занятие, это помогает всегда найти, чем заняться, когда нечем заняться. Это помогает всегда сохранять гармоничную физическую форму, хорошее отношение со своим телом, уметь разговаривать со своим телом, прислушиваться к нему. И также это влияет на состояние ума, состояние эмоциональное. Позволяет гармонично себя чувствовать в других сферах жизни.